Уважаемый Сергей Евгеньевич, уважаемые депутаты, сегодня я остановлюсь на основных направлениях деятельности Министерства финансов, финансовой и бюджетной политики, которую мы реализуем и планируем в ближайшее время. Вначале хотелось бы отметить, что внешние условия российской экономики за последние полгода и год изменились, цены на нефть повторили ситуацию 1986 года и снизились в два раза. При этом, если проводить параллели, то во вторую половину 80-х годов Советский Союз частично компенсировал действия этого шока путем массированных заимствований на внешних рынках. Сегодня Российская Федерация лишена таких возможностей и у нас нет возможности привлекать таких средств. С 1 июля 2014 года до сегодняшнего момента у нас, наоборот, идет снижение внешнего долга. Если брать в консолидированном масштабе, то внешний долг на 1 июля 2014 года составлял 732 миллиарда долларов США, сейчас составляет 500, около 500 миллиардов долларов. То есть мы, наоборот, погашаем наши обязательства, не привлекая ресурсы извне. Другого выхода у нас просто сейчас нет. Мы все прекрасно понимаем, что и долговая история советских времен, когда активно шли заимствования, проявилась в том, что мы существенно нарастили долг. И долг к ВВП в 1992 году, по сути дела, составлял 100%, достиг уровня валового внутреннего продукта. И все эти заимствования привели к тому, что у нас и уровень инфляции увеличился, и увеличился внешний долг. Но произошли экстраординарные события, и нельзя делать вид, что все идет по-старому. Нельзя закрывать глаза и говорить, что все скоро вернется на свои круги, что называется, и все станет, как и полтора-два года назад. Такого не произойдет, потому что изменения цен на сырьевые товары носят структурный характер, и они будут продолжаться достаточно долго. Реакция на шоки. Какие? Российскому правительству, Центральному банку удалось, на наш взгляд, постепенно, и мы видим, стабилизировать ситуацию, проводить политику адаптации экономики к изменившимся условиям. Можно сказать, что мы выдержали тот удар, шок, с которым столкнулись. Это было достигнуто благодаря следующим моментам. Первая политика последних 10 лет по накоплению избыточных нефтегазовых доходов резерва все-таки сыграла свою роль. Мы не зря откладывали средства в резервные фонды и накопили в резервном фонде только 5 триллионов рублей. В этом году мы истратим из этого фонда, я уже докладывал, от 2,5 на 2,7 триллионов рублей. Это существенная подпорка нашему исполнению бюджета. Хочу сказать, что если бы не было этих резервов, нам пришлось бы резать расходы, в том числе и социального характера, примерно на 20% в текущем году. Второе. Мы приняли меры оперативного реагирования. Уже в конце прошлого года начали реализовывать первые планы по оптимизации бюджета. И по итогам 2014 года мы накопили средства в антикризисном фонде, который активно использовался как в прошлом, так и в текущем периоде. В этом году мы уточнили бюджет и провели меры по оптимизации расходов более чем на триллион рублей. И укладываем те дефициты, дисбалансы бюджета в сумму дефицита не более 3% ВВП. Финансовые рынки и экономика. Мы принятые меры принесли положительные результаты. Мы видим, что положительное сальдо текущего счета у нас составляет порядка 6% ВВП и позволяет финансировать в полном объеме все оттоки капитала и погашения внешних долгов компаний, государства, которые в текущем году мы платим. Видим резкое замедление оттока капитала с уровнем 76,2 млрд рублей в четвертом квартале прошлого года. Этот отток снизился до 32 млрд рублей в первом квартале, 20 млрд долларов, простите, отток капитала в долларах, 20 млрд долларов в втором квартале. По итогам третьего квартала, по нашим оценкам, отток может составить порядка 7 млрд долларов США. По этому году мы ожидаем отток порядка 80 млрд долларов США. Нам не удалось обуздать инфляцию с уровня 7,3% по итогам первого квартала. Нам удалось обуздать инфляцию, не удалось обуздать инфляцию по сравнению с тем прогнозом, который у нас был на этот год. Мы увеличили инфляцию в текущем году, прогноз инфляции до 12,2% в связи с тем, что она существенно увеличилась в первый квартал текущего года. Так вот, в первом квартале мы видим, что она составляла 7,3%, по итогам первого квартала она снижается. Мы видим, что во втором квартале инфляция составила 1,1% в втором квартале и 1,8% в третьем квартале. То есть принятые меры по ограничению, в том числе и бюджетных расходов, принятые меры в области денежно-кредитной политики, центральным банкам, позволили нам, несмотря на изменение курса, существенное ослабление курса рубля, тем не менее контролировать инфляцию и её снижать. А типичные причины и последствия инфляции известны. Если бы мы не удержали эти темпы, то это повлияло бы, соответственно, на снижение доходов в реальном выражении как населения, так и наших компаний. Ключевая роль в снижении инфляции сегодня принадлежит бюджету, бюджетной политике и ограничение темпов роста бюджетных расходов в снижениях практически на 5% реального выражения, о чём президент нам поручал. Мы это делаем. Неиндексация зарплатных плат, оптимизация зарплаты госаппарата – всё это влияет на снижение темпов инфляции. Важно отметить, что принятое решение способствует структурным изменениям в экономике, закладывает фундамент для роста инвестиций и возобновления в целом экономического роста. Прирост корпоративных прибыли в первом полугодии достиг двузначных значений. Перезапуск экономического роста – это наша основная задача правительства и, соответственно, основная задача финансовой и бюджетной политики. Хотел бы отметить, что все быстрорастущие экономики сберегают и инвестируют в структуре внутреннего спроса таких экономик, как Сингапур, Китай, Южная Корея. Валовое накопление составляет 38% в Сингапуре, в Китае – 49%, в Южной Корее – 29%, в Индонезии – более 33%, в Индии – 30%. А текущее потребление государства, это государственное потребление составляет не более 10%, максимум 14%. А у нас всё наоборот. У нас государственное потребление большое, валовые накопления невелики. Чуть позже я сейчас приведу эти данные. И, по сути дела, источников для роста нет, для инвестиционного роста нет. Рост, основанный на потребление, которое тратилось у нас в основном на импортные товары и рост импорта, не приведёт к экономическому росту. Поэтому сегодня у нас уровень инвестиций крайне низок – 17-18% ВВП. И при таких инвестициях, конечно, говорить о росте в 3-4% просто невозможно. В структуре внутреннего спроса инвестиции должны составлять порядка 30%. Мы видели это на примере других стран. Какие дисбалансы в нашей экономике? Они, собственно, известны. Доля текущего конечного потребления в экономике, в том числе государственных расходов, ВВП, выросла. С 2008 года она составляла 66% ВВП. Сейчас 73%. Это текущее потребление. Увеличение конечного потребления, естественно, оно приводит к чему? К уменьшению инвестиций, которые нам сейчас как никогда необходимы. Доля заработных плат ВВП увеличилась с 47% в 2008 году до 52% в 2014 году. Рост заработных плат быстрее производительности труда съедал все прибыли, а прибыль у нас является основным источником для инвестирования. Ухудшилась структура бюджета. Ни нефтегазовый дефицит вырос до 10,8% в 2015 году. Напомню, что до 2008 года он составлял 3,5% всего ВВП. А структура расходов бюджетной системы перекосилась в сторону заработных плат, социальных, военных расходов. Полное использование нефтегазовых доходов внутри страны привело к серьезному переукреплению рубля, в реальном выражении, и предопределило ту волатильность, с которой мы сейчас столкнулись, после снижения притоков валюты в страну. В экономике последние годы росла доля государственного сектора, сегмента госкомпании, и чья эффективность, мы с вами прекрасно знаем, ожидает желать лучшего. В существующей ситуации единственным возможным каналом экономического роста являются частные инвестиции. Именно их рост активный может перезапустить экономику в текущей ситуации. Какая роль Минфина мы видим во всех тех задачах, которые ставят перед собой правительство и государство? В части финансовых рынков мы видим необходимость обеспечения улучшения финансового посредничества и условий для роста сбережений в экономике. В условиях санкции именно опора на внутреннего инвестора, на внутренние инвестиции является основным источником роста, основным источником финансового ресурса. Здесь ключевыми должны стать устойчивость банковской системы, возобновление роста кредитования, дальнейшее развитие накопительной части пенсионной системы, системы накопительного страхования жизни, развитие системы страхования в целом. Нам удалось сохранить доверие вкладчиков банковской системы, а это более 21 триллиона рублей. Хотелось бы отметить, что сейчас мы видим рост вкладов граждан в банковскую систему, примерно 11% за период с начала года, рост именно в рублевом выражении. В условиях международных санкций и практически полностью закрытия рынка капитала разработана и реализовывается программа капитализации российских банков. Мы знаем, что триллион рублей в прошлом году, я уже докладывал, был выделен, мы с вами вместе принимали это решение. Сейчас уже передано 12 банкам порядка 600 миллиардов рублей, в программе участвует 31 банк. Самое главное, что мы при капитализации обязываем банки увеличивать кредитование в месяц ежегодно не менее чем на 1% и ограничивать прирост издержек в виде фонда оплаты труда в течение трёх лет. Запущена программа субсидирования ипотеки, отлично действует эта программа. Сейчас уже 100 тысяч российских семей могли себе купить квартиру в новом жилье. Ежемесячно порядка 40 миллиардов рублей выделяются средства на ипотеку, и мы до конца года ожидаем общий объём вложений банков по программе с поддержкой государства порядка 700 миллиардов рублей. Это примерно тот же самый уровень, что было в 2014 году для вновь строящегося жилья. Созданная система... Да, ключевой вопрос. Здесь ещё и хотел сказать о накопительной пенсии. Создана система гарантирования таких накопительных пенсий. Сегодня пенсионные накопления составляют 3,6 триллиона рублей. Это значительный объём инвестиций, который идёт в экономику. Часть из них идёт, конечно, и в финансовый сектор, в государственные бумаги, но значительная часть из них идёт и в экономику. Хочу сказать, привести несколько примеров. Только за второй квартал текущего года Негосударственные пенсионные фонды вложили в ценные бумаги наших корпоратов 130 миллиардов рублей. Несколько примеров. Башнефть – 25 миллиардов, РЖД – 22 миллиарда, российские сети – 11 миллиардов, в инфраструктурный проект «Магистраль двух столиц» соединения наших с Петербургом и Москвой – 7,5 миллиардов рублей. Существенный ресурс тоже. Долг, долговая политика. Мы активно развиваем внутренний финансовый рынок, используем в настоящее время новые инструменты, которые привязаны с плавающей ставкой, привязаны к стоимости ресурсов на рынке, с одной стороны, а с другой стороны – к инфляции. Они сейчас пользуются спросом на рынке, и это позволяет и компаниям тоже выпускать аналогичные инструменты, привлекая ресурсы для своего собственного развития. Налоговая политика. Мы будем продолжать принципы стабильности и предсказуемости политики. Единственное, возможно, мы уже обсуждали в нынешних условиях, когда экспортеры получили значительные преимущества в результате курсовой политики, мы думаем и прорабатываем вопрос о возможности часть изъятия, части ресурсов, части выручки из этих компаний, которая, по сути дела, обусловлена исключительно конъюнктурным фактором, связанным с валютой, изменением стоимости валюты. Бюджетная ситуация. Бюджет, безусловно, это основной инструмент экономической политики государства. И российский бюджет – единственный элемент макроэкономической конструкции, который имел возможность растянуть процесс адаптации к новой ситуации. Мы создали резервы, и до этого мы говорили, что в течение трёх лет должны подготовить наши бюджетные обязательства, расходы к новой ситуации. И нам сейчас нужно принять именно такие решения. В этом году объём доходов бюджета ожидается на 1,3 триллиона ниже, чем уровень 2014 года, а объём расходов бюджета в текущем году по сравнению с прошлым, наоборот, растёт, на 11% растёт. Поэтому мы ожидаем дефицит примерно до 3 триллионов рублей, конечно, которым будет финансироваться за счёт резервного фонда. Жить по старым лекалам в новых условиях уже нельзя. И именно бюджет должен стать инструментом, который создаёт новую политику, новую повестку, инвестиционную повестку в экономике. Что делать в этой ситуации нужно? Первое. Нужно адаптировать бюджет к новым экономическим реалиям, снизить дефицит до уровня, который может быть профинансирован рыночными заимствами без ущерба для уровня ставок в экономике, в банковском секторе и без раскручивания инфляционной спирали. Второе. Начать движение по сокращению текущих расходов в структуре бюджета и запустить инвестиционную повестку дня в этой связи. Следующее. Мы должны оптимизировать долю социальных расходов, и поскольку неэффективных социальных расходов, поскольку по-прежнему предоставляя социальные выплаты, мы не ориентируемся на нуждаемость, на адресность, что, по сути, приводит к тому, что целая часть социальных расходов, огромная часть бюджета расходуется неэффективно. Нужно, на наш взгляд, срочно решать вопрос и пенсионного возраста. Это позволит лучше сбалансировать пенсионную систему без повышения страховых взносов. Напомню, что у нас в 2018 году предусмотрено повышение ставки страховых взносов с 22 до 26%. Я думаю, что в нынешних условиях это просто невозможно реализовать, но по закону это так нужно будет сделать, для того, чтобы нам обеспечить стабильность пенсионной системы. Так вот, решение вопроса с возрастом позволит нам не повышать нагрузку на наши предприятия. Экономика получит от этого просто двойной эффект. Третья задача – это обеспечение устойчивости долговой конструкции российской бюджетной системы. Мы должны подготовить новые бюджетные правила, которые позволяли бы нам сбалансировать бюджет при новых ценовых категориях и направлять в резервы, не тратить на конъюнктурные доходы при цене на нефть выше 50-60 долларов за баррель. Важный вопрос ещё и операционной эффективности бюджета, поскольку помимо долгосрочной устойчивости нужна именно операционная эффективность. Что мы делаем в этой части и будем делать? Это расширение механизма казначейского сопровождения наших контрактов. Необходимо осуществлять перевод юридических лиц, получающих субсидии, инвестиции, взносы уставные капиталы на обслуживание в органах федерального казначейства. Помимо сохранности ресурсов и контроля за целевым использованием, это позволит ещё и нам заработать. Я хочу сказать, что казначейство, используя свои инструменты, механизмы, размещая свободные деньги, заработало в этом году почти 44 миллиарда рублей. Но самое главное, это целевой характер, это обеспечение целевого использования, значит, целевого расхода средств бюджета. Второе. Перевод на казначейское сопровождение, конечно, не решает вопрос сокращения дебетовской задолженности, поскольку здесь необходимо использовать, выделять деньги под потребности и просто проавансировать. Да, в начале года мы это сделали, поскольку ставки были высокие на рынке, предприятия, особенно в оборонке, нуждались в привлечении оборотных средств, такой аванс был предоставлен в значительном объёме, но на самом деле это отвлекло средства из федерального бюджета и, значит, привело к тому, что мы начали использовать средства резервного фонда для финансирования других расходов. Если бы мы не дали такие авансы, и не было бы использования резервного фонда в тех объёмах, которые произошло. Кроме того, значит, механизм предоставления, я хочу сказать, целевых трансфертов субъектом Российской Федерации через казначейство, позволил уже эффективно использовать наши средства. Мы видим, что остатки средств в регионах сократились на 37%. Не могу не отметить и также тему соблюдения главных распределительных бюджетных средств, сроков, установленных для осуществления мероприятий, предусмотренных бюджетом. Мы договорились и у себя приняли решение о том, что если установлены в правительстве сроки выделения средств, реализация их, не соблюдается, не заключаются контракты вовремя, не с субъектами Российской Федерации, с получателями. Эти деньги будем забирать в бюджет для последующего перераспределения. Именно так нужно наводить порядок с нашими распределителями бюджетных средств. Четвёртое. Совершенствование механизмов финансового обеспечения субсидий на выполнение государственных заданий. Речь идёт о субсидиях учреждениям. Мы говорим о том, что должна быть создана и реализована задача инвентаризации расходов, расходных обязательств публичных правовых образований, создана основа для формирования объективных показателей государственных заданий. Можно буквально ещё две минуты? Добавьте две минуты. Спасибо. Тут важно не только формирование перечня и нормативов, но и в рубрике механизмов по отзыву остатков неиспользованных средств в субсидии для выполнения государственных заданий. Данная мера позволит установить контроль и за качеством оказываемых услуг. То есть, если учреждения не выполнят то задание, которое давало государство, деньги в казну. Региональный блок. По состоянию на 1 августа мы видим, что беспокойно с состоянием бюджета субъектов Российской Федерации. Долги выросли более чем 2 триллиона рублей. И с 2011 года долг практически удвоился. Причина ухудшения понятно. Снижение доходной базы, в первую очередь, налога на прибыль в этих условиях, с одной стороны. А с другой стороны, рост расходных обязательств, в первую очередь заработной платы. Доля заработной платы в расходах бюджетов составила 33%. Напомню, что ещё 5 лет назад этот показатель составлял 27, максимум 28% расходной части бюджета. Мы приняли решение о неиндексации возможности предоставления права субъекта Российской Федерации, неиндексации заработных плат. И это дало позитивную возможность для балансировки их бюджета. В этом году мы считаем, что дефицит бюджета по итогам года снизится, составит порядка 300 миллиардов рублей. И в структуре долга в этом году у нас основной источник это будут бюджетные кредиты, которые мы с вами, решение по которому приняли. И дальше будем в следующем году вместе, так сказать, работать над тем, чтобы помочь субъектам в решении вопроса долговой нагрузки. Хочу сказать, что из 310 миллиардов рублей бюджетных кредитов, которые мы в этом году учли в бюджете, мы уже выдали 230 миллиардов рублей. И значительно большая часть из них, большая часть, порядка 200 миллиардов рублей, пошла именно на замещение либо бюджетных кредитов, либо коммерческих кредитов. Уважаемые депутаты, сегодня действительно мы находимся в непростой ситуации, ухудшаются внешнеэкономические условия и внутренние. Мы должны принять выверенные решения, взвешенные решения при подготовке бюджета на 2016 год, взвешенные решения при подготовке тех решений, которые скажутся на балансировке бюджетов 2017 и 2018 годов. Спасибо за внимание. Будем вместе работать по подготовке бюджета. Спасибо. Спасибо, Антон Георгиевич. Приглашаю к микрофону Татьяну Алексеевну Голикова. Уважаемый Сергей Евгеньевич, уважаемые депутаты, добрый день. Министерство финансов, как главный распорядитель бюджетных средств на сегодняшний день в соответствии с бюджетным законодательством, имеет 40 бюджетных полномочий. Обо всех о них, конечно, не удастся поговорить, но мне бы хотелось остановиться лишь на некоторых из них, которые представляют особую актуальность в сегодняшних условиях. Я начну с того, чем закончил Антон Георгиевич, с межбюджетных отношений и, может быть, повторю некоторые позиции, потому что они, как мне кажется, представляют ключевое значение для бюджета 2016 года. Итак, с 2012 года наблюдается устойчивая тенденция к росту государственного долга субъектов Российской Федерации. Как уже сказал Антон Георгиевич, государственный долг с 2011 года возрос практически в два раза. На 1 сентября 2015 года он составил 2 триллиона 116 миллиардов рублей и продолжает, к сожалению, тенденцию к росту и за прошедшие месяцы. В долге вплоть до 2014 года включительно наблюдался рост доли коммерческих кредитов с 32,4% до 42,5%. За прошедшие месяцы ситуация несколько изменилась в пользу бюджетных кредитов. Доля коммерческих кредитов снизилась на 4,4 пункта и составила 38,1%, а доля бюджетных кредитов составила 36,5%. Но, как вы понимаете, эта ситуация далека от той, при которой можно было бы успокаиваться, и, к сожалению, на сегодняшний день она представляет серьезную угрозу для общей сбалансированности бюджетов регионов. В 2014 году рост долговых обязательств отмечен в 73 регионах России, причем более чем в 2,5 раза долговые обязательства увеличились в Магаданской области, в 3,7 раза в Иркутской области, в 22,8 раза в Приморском крае. В целом государственный долг субъектов Российской Федерации в 2014 году составил 35,4% от налоговых и неналоговых доходов бюджетов регионов. Напомню, что в 2011 году эта цифра составляла 25,4%. Свыше 50% указанное соотношение сложилось в 46 регионах, из них более 100 в 9. Это Чукотский автономный округ, Костромская область, Республика Мордовия, Республика Карелия, Республика Северная Осетия, Алания, Республика Ингушетия, Белгородская область, Карачаево-Черкесская республика и Астраханская область. При этом рост долговых обязательств субъектов Российской Федерации за январь-август отмечается в 42 регионах страны. Одновременно за три года с 2012 на 65% увеличились расходы по обслуживанию государственного долга регионов, что существенно ухудшает структуру расходов, хотя эта доля может быть пока и невелика. Но тем не менее в 2014 году в 14 регионах указанные расходы возросли более чем в два раза. Это Республика Коми, Адыгея, Курская, Орловская, Мурманская, Ростовская, Курганская, Свердловская, Челябинская, Иркутская, Магаданская области, Пермские и Хабаровские края, Ямало-Ненецкий автономный округ. Увеличение долговой нагрузки на бюджеты регионов, имеющиеся риски недопоступления доходов, свидетельствуют о наличии проблем в экономике регионов, формировании и исполнении их бюджетов. При этом реальные источники погашения государственного долга у субъектов Российской Федерации, к сожалению, отсутствуют. И в этой связи приобретает особое значение полномочия, которая реализуется Министерством финансов в сфере налоговой политики, прозрачность и предсказуемость реализации которой во многом предопределяет успешность сбалансированности бюджетов регионов страны. В последнее время в налоговом законодательстве, как вы знаете, был принят ряд решений, которые оказали существенное влияние на доходную базу бюджетов регионов. И самое такое серьезное решение, которое в большей степени затронуло доходную базу регионов, это создание консолидированных групп налогоплательщиков, которая подразумевала перераспределение прибыли организаций, входящих в состав таких групп. На практике получилось существенное и непрогнозируемое перераспределение доходов между различными регионами. За 2014 год 31 субъект недополучил доходы в сумме 127 млрд. рублей, по 53 регионам доходы увеличились на сумму 61,9 млрд. рублей. Снижение абсолютного объема исчисленного налога по предприятиям группы в результате их объединения в КГН происходит не только из-за того, что убыточные в отсутствии КГН организации получают возможность предоставить свои расходы в уменьшение доходов, получаемых другими участниками группы. Зачастую такое перераспределение осуществляется в пользу тех регионов, где понижена ставка налога на прибыль. Естественно, в связи с этим получаются общие потери налога на прибыль. Как меняется ситуация с доходами бюджетов регионов за тот же период трехлетний, о котором я сейчас говорю? Если сравнивать исполнение бюджета за 2012 год, то доля доходов бюджетов регионов в ВВП составляла 13%, к 2014 году она снизилась до 12,5%. То же самое происходит с расходами. Расходы были 13,4% ВВП, стали 13,1%. Очевидно, что расходы не могут снижаться такими же темпами, как и доходы, поскольку регионы Российской Федерации несут основную нагрузку по социальным обязательствам государства, и сокращать их такими темпами быстрыми, наверное, невозможно. В результате этого растет долг и дефицит. Что делать? Мы уже неоднократно в течение ряда лет предлагали Минфину озаботиться анализом расходных и доходных полномочий субъектов Российской Федерации и провести ту работу, которую в свое время 10 или 11 лет назад мы проводили. Но, к сожалению, такая работа пока не была проведена, но мы видим, что ситуация усугубляется, и без кардинальной изменения концепции и соответствующей аналитики под эту концепцию, к сожалению, ту ситуацию, которая сложилась с бюджетами регионов, нам не изменить. Еще одно полномочие Минфина, на котором я бы хотела остановиться, и Антон Германович тоже на него обратил внимание, это управление госдолгом. За период 2012-2014 года госдолг увеличился на 92%, наибольший рост государственного долга на 36,4% мы наблюдали в 2014 году по понятным причинам преувеличения ОФЗ на триллион рублей для АСВ. В следствии этого расходы на обслуживание государственного долга за 2012-2014 годы тоже возросли на 58,2%, чуть меньше, чем по регионам, но тоже на достаточно приличную цифру, и составили 415,6 миллиарда рублей, и тоже занимают достаточно существенный объем в структуре расходов федерального бюджета. В 2015 году, я думаю, мы будем наблюдать дальнейший прирост расходов на обслуживание. В этой связи при планировании заимствований на 2016 год, учитывая все финансовые ограничения и сложности, необходимо учитывать изменившиеся условия привлечения займов. Если в 2012-2013 годах государственные ценные бумаги, номинированные в валюте Российской Федерации, размещались со средневзвешенной доходностью 7,7,7% годовых, то в 2014 году и за 8 месяцев 2015 года доходность по ним составила 10,6 и 12,5% соответственно. Мы будем наблюдать дальнейшее наращивание расходов по обслуживанию долга, а это будет вытеснять другие расходы. Мы в пятницу говорили об эффективности расходов, но заимствование под неэффективные расходы – это путь в никуда, и в этом смысле мы должны принять все возможные меры консолидированно к тому, чтобы не допустить неэффективных расходов в бюджете 2016 года и, соответственно, максимально вместе отработать, где-то даже оказать содействие Министерству финансов в том, чтобы такая работа была надлежащим образом проведена, и публично рассматривались те вопросы, где реально расходы планируются и используются неэффективно и не на те цели, на которые они были заявлены. Буквально еще один момент, на котором я хотела остановиться – это управление средствами Фонда национального благосостояния. В том числе и в этом зале часто обсуждался вопрос, а куда целесообразно размещать средства ФНБ – в ценные бумаги иностранных государств или в собственную экономику. Дождались. В 2013 году правительство приняло распоряжение по поддержке за счет средств ФНБ 11 инфраструктурных проектов на возвратной основе. По состоянию на 1 сентября 2015 года из общего объема, который был заявлен к размещению средств ФНБ 815 миллиардов рублей, размещено 352,1 миллиарда рублей. В том числе на финансирование проектов направлено 254,4 миллиарда рублей. Временно ненаправленные средства в объеме 71,7 миллиарда размещены на депозитах в Банке России. 26 миллиардов рублей размещены на депозите у АО «Банк ВТБ», при этом условия, почему банки ВТБ правительством не определены. Средства ФНБ, направленные для финансирования инфраструктурных проектов, осваиваются не очень высокими темпами. По состоянию на 1 сентября 2015 года использовано средств ФНБ в объеме 68% от перечисленных средств. В том числе использовано на реализацию проекта модернизации железнодорожной инфраструктуры Балкала-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей 2,1% от объема перечисленных средств. Приобретение тяглого подвижного состава 76,9%. С мая 2015 года 21,7 миллиарда рублей, которые перечислены на центральную кольцевую автомобильную дорогу Московской области на 100% не использованы. Почему я привожу эти примеры? Я привожу эти примеры только для одного. Для того, чтобы с одной стороны, разделяя позицию и правительства, и Министерства финансов о том, что это новый механизм привлечения средств ФНБ под финансирование на возвратной основе инфраструктурных проектов, все-таки требует дополнительной отработки. Но мы, тем не менее, перечисляем средства. Готовности под перечисление этих средств, к сожалению, на сегодняшний день нет. Во многих случаях отсутствуют планы, отсутствует проектно-сметная документация, отсутствует еще ряд документов, которые необходимы просто для того, чтобы осуществлять эти инвестиционные проекты. Мы снова размещаем средства в банках, только теперь уже другие бюджетные средства, средства Фонда национального благосостояния. Мы мониторим эту ситуацию, представляем соответствующую информацию в Министерство финансов, и в данном случае мне кажется, что все-таки Министерство финансов, перечисляя средства ФНБ или размещая средства ФНБ, должно более детально анализировать ситуацию с готовностью реализовывать эти проекты. Я завершаю. Еще раз хочу обратиться к вам, уважаемые депутаты, с тем, что я сознательно сегодня ушла от тех вопросов, которые мы обсуждали в пятницу по неэффективному использованию средств, потому что мне показалось, что это уже все достаточно хорошо поняли, но мне кажется, что сегодня нужно еще сосредоточиться на тех полномочиях Министерства финансов, которые я выделила в своем докладе. Спасибо. Спасибо, Татьяна Васильевна, присаживайтесь. Переходим к вопросам. Виктор Андреевич Коломейцев. Уважаемый Антон Германович, из-за позднего поступления остатки межбюджетных трансфертов на счетах регионов по итогам прошлого года составили 126 миллиардов рублей. При долгах субъектов более 2 триллионов. Из 770 водных объектов ФАИП в 2014 году сдано только 47%. Это самый низкий показатель за 5 лет. Незавершенка достигла 2 триллионов рублей. Почему такое неэффективное использование бюджета? Какие были приняты меры? Ведь за 8 месяцев этого года средства вновь не осваиваются. И главное, сколько средств будет возвращено из ценных бумаг американского правительства и направлено в бюджет 2016 года на поддержку нашей экономики и социальной сферы. В первую очередь здравоохранение, где 17 тысяч населенных пунктов уже не имеют никаких учреждений первичной медицинской помощи. Пожалуйста. Спасибо. Уважаемые депутаты, я начну, наверное, со второго вопроса. Сколько будет возвращено из ценных бумаг США или стран, значит, европейских стран, в которые мы вкладывали, в облигации, в которые мы вкладывали средства резервного фонда, столько будет возвращено, сколько мы с вами возьмем для того, чтобы профинансировать все наши расходные обязательства. По нашим оценкам, это от 2,7 до 3 триллионов рублей. Что касается остатков больших в субъектах Российской Федерации и, значит, неэффективного использования средств финансовой помощи. К тому же, я бы отметил, я докладывал уже о том, что мы перевели все субсидии, целевые средства в этом году на казначейское исполнение бюджета, то есть теперь выделяются средства регионам под потребность. И это привело к сокращению остатков на 37% у субъектов Российской Федерации. Потому что раньше деньги просто выделялись, хранились субъектами Российской Федерации либо в казначействе, либо на счетах коммерческих банков. Сейчас целевые средства жестко, строго под потребность субъектов Российской Федерации. Кроме того, правительство приняло постановление, 999 недавно, и мы по этому постановлению ужесточили контроль за заключением соглашений между министерствами и ведомствами и субъектами Российской Федерации. Имея в виду следующее, что если до 15 августа не будут заключены в текущем, не заключены соглашения с субъектами Российской Федерации о представлении субсидий, эти деньги забираются в бюджет и выделяются будут, мы вместе будем поправки смотреть, будем предлагать направить эти средства в виде дотации на поддержку нуждающимся субъектам Российской Федерации в финансовой помощи. Спасибо. Спасибо. Иван Николаевич Абрамов. Да, уважаемый Антон Геннадий, значит, у нас вопрос по поводу закредитованности субъектов. То есть это, наверное, основной вопрос, 2 триллиона, это уже сегодня неподъемная сумма для наших субъектов. Наряду с этим мы, например, там Кубис писали 31 миллиард, Вьетнаму 11, Ираку 12, Алжиру, Монголию 11 и так далее и так далее. Поэтому вот вы же сказали, что сегодня у нас уменьшаются инвестиции, в том числе иностранные. Но кто будет вкладывать сегодня в субъект средства, если у него почти стопроцентная закредитованность? Вот в связи с этим у нас фракция ЛДПР внесла в Государственную Думу законопроект, который предусматривает списание долгов бюджетных по бюджетным кредитам, что, в принципе, во-первых, даст и некую инвестиционную привлекательность нашим субъектам. Мы же все понимаем, что многие вот эти кредиты просто... Спасибо за вопрос, уважаемые депутаты. Действительно большая закредитованность. Но давайте подумаем, если мы сейчас спишем все долги, то какое отношение к новым заимствованиям будет у субъектов Российской Федерации? Отношение будет простое. Также спишут через некоторое время. Чем больше возьмем, тем больше шансов то, что их спишут. Поэтому мы крайне осторожно, я бы сказал так, даже негативно относимся к предложениям о списании долгов субъектов Российской Федерации. Хочу сказать, что мы сейчас подготовили предложение, и я знаю, депутаты высказывались о том, чтобы продлевать сроки, на которых выдаются бюджетные кредиты, готовы в этом плане работать. Мы кредитуем субъекты тоже под то решение, которое было принято здесь, под ставку 0,1%. Мы приняли решение тоже, которое исходилось от вас, о том, чтобы валютные кредиты пересчитать по льготному курсу, прежние валютные кредиты, и облегчить тем самым долговое бремя субъектов Российской Федерации. Но вопрос списания, вы знаете, самый, наверное, худший вариант, потому что мы никогда не списываем долги не перед бюджетом налогоплательщиков, поскольку мы можем только списать в случае, если не будет налогоплательщики, если прекратилось действие юридического лица, только тогда может быть списано. Но если функционирует компания, если, естественно, работает регион, то списывать долги – плохой прецедент, и это будет означать о том, что следующие кредиты не будут возвращаться. На наш взгляд, речь нужно вести о более чётком структурировании действий региона при предоставлении такого бюджетного кредита, он должен говорить о том, что мы не будем увеличивать долги, будет понятна программа по наращиванию своих собственных доходов, и таким образом будут ресурсы для выплаты обязательств, которые есть у субъектов Российской Федерации. Думаю, именно таким путём идти. Спасибо. Алена Игоревна Аршинова. Вы знаете о партийном проекте «Детские сады детям». Он успешно реализуется во многом благодаря Дмитрию Альтольевичу Медведеву, лидеру партии «Единая Россия», премьеру. Он держит на контроле персонально с 2013 года реализацию федеральной программы по модернизации системы дошкольного образования, которая направлена на ликвидацию чередей в сады. Для этого было из федерального бюджета выделено более 130 миллиардов рублей. Но вы знаете, что Крым и Севастополь по объективным причинам подключились к программе только в 2014 году, на год позже. За полтора года они получили почти полтора миллиарда рублей, и на эти деньги создали почти 3,5 тысячи дошкольных мест. Все их усилий просто не хватит на то, чтобы ликвидировать в 2016 году очереди. Поэтому, вы знаете, 48 тысяч детей ждут, возможно, продолжение программы в Крыму и в Севастополе. Этот вопрос волнует не только нашу фракцию «Единая Россия», но и нашего коллегу по партии, участника проекта «Мы вместе» Волкова Михаила Владимировича, чей племянник в Крыму до сих пор, как и многие тысячи малышей, пока что ждет своей путевки в детский сад. Какие ваши предложения? И «Единая Россия» я хочу сказать, чтобы будет следить за вашими действиями по решению этой проблемы. Спасибо. Спасибо за вопрос. Уважаемые депутаты, поставленная в указах президента задача по обеспечению дошкольным образованием должна быть выполнена во всех регионах Российской Федерации, в том числе и в Крыму. Поэтому вопрос по источникам решения этой проблемы. Мы видим эти источники через те дотации, которые получает Крым, поскольку мы считаем бюджет Крыма и города Севастополя прямым счетом. Поэтому все расходные обязательства, которые возникают в этих двух регионах, рассчитываются исходя из обязательств и прямых дотаций сверх тех, которые получают обычные регионы. Поэтому абсолютно согласен. Мы должны этот вопрос проанализировать. Я с своими коллегами из Министерства образования встречусь, обслужу этот вопрос. Найдем эти истории. Если их нет, я думаю, что они предусмотрены у нас внутри дотации Крыму и Севастополя. Если их нет, значит, будем предусматривать дополнительные ресурсы. Спасибо. Дмитрий Евгеньевич Графцов. Спасибо большое, уважаемый Сергей Евгеньевич. Уважаемый Антон Германович. В ходе вашего прошлого выступления в Государственной Думе я обращал ваше внимание, что в связи с принятием федерального закона по вопросам обязательно пенсионного страхования произошло значительное увеличение числений с фондной оплаты труда Пенсионный фонд Российской Федерации для угольщиков. Образовались выпадающие доходы для Кемеровской области, в частности, объемом свыше 12 миллиардов рублей. Вы знаете, что закредитованность бюджета области превышает 50%. Вы хотели провести анализ балансировки бюджета субъектов Российской Федерации и использовать точечный подход при уточнении федерального бюджета этой осенью. Скажите, пожалуйста, этот вопрос вами не забыт? И найдет ли он свое отражение в проекте бюджета на 2016 год относительно Кемеровской области? Спасибо большое. Спасибо. Кемеровская область в этом году получила значительный объем кредитной поддержки, в том числе и на ту задачу, которую вы обозначили сейчас, это реструктуризация угольной отрасли. Кроме того, действительно, точечный подход в отношении отдельных субъектов Российской Федерации. Мы вместе с вами в рамках работы трехсторонней комиссии, которая должна собраться до внесения в правительство Министерства финансов поправок в бюджет текущего года и определить методику распределения тех дополнительных ресурсов, которые мы вместе с вами направим субъектом Российской Федерации. Уверен, что Кемеровская область будет в числе таких регионов. Спасибо. Николай Николаевич Иванов. Спасибо, Сергей Евгеньевич. Уважаемый Антон Германович, в своем докладе вы абсолютно правильно назвали первую причину уменьшения увеличения государственного долга субъекта Федерации – это уменьшение налогооблагаемой базы. Однако государство своим законом о консолидированных группах налогоплательщиков само создаёт условия для уменьшения этой базы. Сегодня 31 субъект недополучило 127 миллиардов рублей, и 53 субъекты недополучили 61,9 миллиарда рублей. Кстати, понимая всё это, вы в прошлом году при помощи депутатов объявили мораторий на 2015 год. Год заканчивается, а что делать дальше? Есть ли у правительства и у министерства своё понимание ситуации? Я предлагаю этот закон вообще отменить, как вредный и ненужный. Спасибо. Уважаемые депутаты, если мы сейчас отменим закон ОКГН, то, по сути дела, те регионы, которые получили преимущество от реализации этого закона, а их большая часть таких субъектов Российской Федерации, то, что вы говорите, что да, часть получила отрицательный результат, а большая часть по количеству субъектов Российской Федерации – положительный результат. Если мы сейчас отменим действия этого закона, то опять нам придётся выравнивать дисбалансы, которые произойдут только теперь в обратную сторону. Поэтому мне кажется, что нам нужно работать в рамках действующего законодательства. И мы говорим о том, что мы в течение трёх лет помогали субъектам, которые получили минусы в результате действия этого закона своей доходной базы. И мы также в правительстве подготовили предложение о моратории на создание новых канцеллированных групп налогоплательщиков. Внесём этот законопроект в Государственную Думу. Осенью, надеюсь, мы вместе его рассматриваем. Рассмотрим. Сейчас этот законопроект находится на сайте regulation.ru, который позволяет обсудить его и потом принять уже взвешенное решение. Законопроект такой подготовлен по продвению моратории. Спасибо. Максим Александрович Щепинов. Спасибо, Сергей Евгеньевич. Уважаемый Антон Германович, менее двух недель назад прошла предвыборная кампания, и у многих депутатов прошли встречи с избирателем на всей территории Российской Федерации. Вот могу сказать, что в рамках этой кампании один из основных вопросов, которые озвучивают наши граждане, избиратели, это компенсация пенсии и повышение пенсионного возраста. Вот и вчера после встречи с президентом в Новоогореве некоторые СМИ начали уже муссировать тему опять о постепенном повышении пенсионного возраста. Напомню, что фракция ЛДПР категорически выступает против повышения пенсионного возраста. Хотелось бы услышать от вас, что у нас в итоге с компенсациями пенсии на 2016 год и с повышением пенсионного возраста. Спасибо. Уважаемые депутаты, вчера действительно состоялось, вы знаете, совещание у президента. Были разные позиции по этому вопросу. Мы, как экономическое ведомство, видим проблемы в демографии, проблемы в экономике, которые осложняются тем, что у нас действительно ещё население, находясь в трудоспособном возрасте, может выйти на пенсию. Мы считаем, что вопрос пенсионного возраста всё равно нужно решать. Вы тоже, давайте посмотрим, если нам ничего не делать в этом направлении, то через несколько лет у нас количество пенсионеров превысит количество работающих населения. Такого не может быть. У нас получается так, что 120 работающих людей, значит работающих, работников, по сути дела, дают деньги для того, чтобы содержать 100 пенсионеров. В других странах это соотношение 150-160 работников содержит 100 пенсионеров. Это не может дальше продолжаться, потому что ни один пенсионный фонд это не выдержит. Но даже дело не в этом. Дело в том, что нам нужно ресурсов для экономики, для того, чтобы экономика вперёд развивалась. А выход более ранний на пенсию, в наш взгляд, не будет способствовать в дальнейшем решению этой задачи. Поэтому решения никаких вчера не было принято. Президент выслушал одно, менее одних сторонников повышения возраста и изменения порядка индексации пенсии, и других сторонников, которые предлагали всё, так сказать, сохранить, не меняя ничего в этом направлении в ближайшие годы. Поэтому никакого решения нет. Мы дальше будем продолжать обсуждать этот вопрос. Спасибо. Владимир Александрович Крупенников. Спасибо, Сергей Евгеньевич. Вопрос Антону Германовичу. Но попросил бы Татьяну Алексеевну тоже прокомментировать ситуацию. Вопрос недофинансирования расходов обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации постоянно обсуждается в нашем парламенте. Однако ситуация не улучшается. Степень удовлетворённости заявок инвалидов ежегодно уменьшается. Если в 2011 году было исполнено 94% поступивших заявок, в 2014 – 76,6%. В 2015 году объём средств на ТСР составил 20,4 миллиардов рублей, что на 9 миллиардов рублей меньше, чем определено по методике, утверждённой правительством. В мае этого года было принято решение выделить из антикризисного фонда ещё 10 миллиардов, однако до сих пор эти деньги не переданы. И, следовательно, мы уходим опять в конец года, будут проблемы с проведением конкурсов, и цены на ТСР растут, деньги обесцениваются. Мы не успеем провести необходимые конкурсы. Спасибо. Уважаемые депутаты, действительно, вопрос ТСР актуальный. Хочу сказать, что деньги, которые с антикризисного фонда в размере 10 миллиардов, решение по ним правительство приняло, эти деньги находятся сейчас уже в министерстве соответствующем. Я не знаю, доведены ли до конкретных получателей, не доведены, но решение правительства состоялось. Что касается дальнейшей работы в этом направлении, то мы видим здесь необходимость принять целый ряд таких системных решений. Речь идёт о ценах референтных, потому что делаются одни и те же закупки по разным ценам. Это не может быть. Это первое. Второе. Мы говорим о необходимости подготовки электронной очереди, нуждающихся в ТСР, нет такой очереди. И мы также говорим о необходимости как можно быстрее развивать собственное импортозамещение тех изделий, продукции, которые необходимы нашим инвалидам для того, чтобы мы могли их обеспечить. К сожалению, это, конечно, не быстрый процесс импортозамещения, но тем не менее оно должно развиваться, потому что это значительный объём средств. Кроме того, мы знаем, и Татьяна Алексеевна лучше скажет о том, что какие есть проблемы, с нарушением есть в этой части. И мы считаем, что в первую очередь, конечно, определиться с ценами, очередью, и тогда мы действительно поймём реальную потребность в оказании услуг инвалидам в этой части. Спасибо. Татьяна Алексеевна, дополните, пожалуйста, ответ. Спасибо. Уважаемые депутаты, я хочу отчасти продолжить то, что говорил Антон Германович, и ещё раз привлечь ваше внимание к тому, что тема очень социально чувствительна, и администрирование, надлежащее в этой сфере, оно тоже крайне важно. У нас на сегодняшний день администрированием технических средств реабилитации занимается как непосредственно фонд социального страхования через свои территориальные отделения, так и субъекты Российской Федерации. Когда мы проверяли исполнение бюджета 2014 года в Фонде социального страхования, я вынуждена констатировать следующие факты, что в Фонде социального страхования отсутствует какая-либо методика расчёта начальных максимальных цен контрактов, по которым заключаются соответствующие договора контракта на новый финансовый год. В расчёт берутся предыдущие года, причём без каких-либо корректив и без какой-либо экономии. Что получается в результате? В результате получается, что на одного инвалида в 2014 году фондом затрачено 11,3 тысячи рублей. При этом разница затраты на одного инвалида колеблется от 4,1 тысячи рублей в Волгоградской области до 24,8 тысячи рублей, например, в Краснодарском крае. Я могу таких примеров приводить очень много. Это свидетельствует о том, что не только нужно дополнительные средства выделять, но и работать с теми деньгами, которые предоставляются. И в этом смысле я хочу сказать, что и средства, которые были предоставлены и Фонду социального страхования не только в связи с тем, что в конце прошлого года Министерство финансов, скажем, поздно выделило средства, а в том, что сами территориальные отделения Фонда социального страхования ненадлежащим образом осуществляли свои полномочия. В результате часть граждан, которые нуждаются в средствах реабилитации, оказались без них. Поэтому мы полагаем, что нужно предметно обратить внимание на эту тему в Фонде социального страхования. И у нас в ближайшее время будет соответствующая тематическая проверка, о которой мы вам доложим. Спасибо. Спасибо. Уважаемый Антон Германович, при организации бюджетного процесса, в частности при определении объемов субсидий субъектом Российской Федерации, мягко говоря, плохо учитываются региональные особенности. Вот, например, субсидирование авиаперелетов. В республике Саха-Якутия стоимость авиабилета при перелете с северных районов до Якутска дороже стоимости авиабилета с Якутска до Москвы 3-4 раза. Тогда как эти расстояния меньше, чем на расстоянии, наоборот, меньше в 3-4 раза. И в отмещении людей нет предела. Разве это справедливо? Уважаемый Антон Германович, когда можно рассчитывать, что субсидирование внутренних, внутриоригиональных авиаперевозов будет решено как совместные полномочия Федерации и субъектов? Тем более вы знаете, что если перелететь с самой северной точки Якутии до самой южной точки, то это означает перелететь почти всю нашу Россию с севера на юг. Спасибо. Спасибо. Уважаемые депутаты, думаю, что решение вопроса о совместном полномочии по региональным авиаперелетам, наверное, может быть, не самое лучшее решение. Лучшее решение, которое мы видим, это помогать субъектам Российской Федерации реализовывать это свою полномочию. У нас есть ряд инструментарий для этого. Субсидии есть, которые предоставляются в этой части субъектам Российской Федерации. И второе, мы приняли решение о снижении ставки НДС в два раза, до 10% на внутренние перелеты. Это решение было принято как антикризисное, действует оно два года, мы с вами вместе это принимали. И на наш взгляд, в принципе, мы адекватно отреагировали на эти цели. Что касается вопросов Якутии, я так понимаю, в части авиаперелетов, надо посмотреть, насколько там средств хватает как собственного бюджета, так и тех субсидий, которые мы предоставляем на эти цели. Мы готовы дополнительно проработать. Спасибо. Спасибо. Смолин Олег Николаевич. Уважаемый Антон Германович, все депутаты ДУО получили обращение Федерации независимых профсоюзов России с требованием не допустить снижения социальных гарантий в следующем году. В этом году, как известно, пенсии проиндексированы на уровень официальной инфляции, социальные выплаты на 5,5%. Поскольку инфляция для бедных или социальная инфляция значительно выше официальной, обычно в 1,5-2 раза, все они стали беднее. Про пенсионный возраст мы уже говорили, теперь следующий вопрос. Какова позиция Минфина по индексации в следующем году пенсии по старости, пенсии по инвалидности, социальных выплат? Как будут финансироваться программы «Доступная среда для инвалидов», субсидии общественным организациям инвалидов, другие программы? Общественные организации инвалидов очень просят Минфин сохранить финансирование этих программ на уровне 2015 года. Спасибо. Спасибо. Сложный вопрос. Действительно, пенсионеры являются нашими одними из самых незащищённых слоёв населения, которым нужно помогать, которым нужно увеличивать поддержку. Но давайте подумаем, чем мы сейчас столкнулись, в какой ситуации. Доходы пенсионного фонда резко просели, доходы на одного пенсионера, количество пенсионеров увеличивается, доходы на одного пенсионера в следующем году будут примерно, вырастут примерно на 2%, если посмотреть все доходы пенсионного фонда, разделительное количество вновь прибывших пенсионеров, на 2% всего. Вопрос, где брать деньги для того, чтобы увеличивать пенсии, как это предусмотрено законодательством. Мы должны будем в следующем году по законодательству увеличить пенсии на 12,2%. Вот где брать ещё эти 10%? Каждый процент увеличения пенсии – это 70 миллиардов рублей. То есть получается, что мы в следующем году должны увеличить пенсионное обеспечение примерно, если на 12%, то почти более 800 миллиардов рублей. Что в бюджете заложено сейчас у нас? Пока 5,5%. Но мы видим, что те задачи, которые мы должны решать, и мы говорили об этом, я с трибуны сегодня докладывал, о том, что мы должны, наоборот, улучшать структуру бюджета, финансировать расходы, которые приводят к росту экономики. Не росту для того, чтобы уложиться в основные наши параметры бюджета, с тем, чтобы не допустить её разбалансированности, с тем, чтобы найти расходы на стимулирование рост экономики, проиндексировать пенсии, но более низкими темпами, чем это предусматривается законодательством. Мы сейчас рассматриваем предложение Минфина, которое не принято, но предложение Минфина с нашей точки экономически обосновано, это индексация пенсии на уровень 4%. Окончательное решение, что такое 4%? Целевой уровень инфляции. Если мы будем идти индексировать наши социальные расходы на целевой уровень инфляции, уверен, что инфляция через 2-3 года максимум достигнет этого показателя, что благоприятно, в конце концов, скажется и на пенсионерах, и на инвестиционном климате. Поэтому наше предложение уменьшить темпы роста индексации пенсии, поскольку это лучше делать, чем резать по-живому другие расходы. На наш взгляд, как я уже докладывал, нужно переориентировать структуру бюджета. Спасибо. Фищенко, Антон Анатольевич. Уважаемый Антон Германович, мой вопрос касается ситуации в здравоохранении. По всей стране закрываются поликлиники, больницы, ощущается острая нехватка узких специалистов. Участковых врачей не хватает, штат укомплектован менее чем наполовину. При этом вузы готовят за бюджетный счёт врачей, но они не работают в бюджетных медицинских учреждениях. Отсюда, наверное, тот самый всплеск смертности в стране и ухудшение положения России в международных рейтингах. Особо напряжённая ситуация в сельской местности. Основной вопрос – это острейшая нехватка средств, ну и, наверное, отсутствие внятной государственной политики. Как оценивает Минфин ситуацию, хотелось бы выяснить, и есть ли у вас, как у министра финансов, рецепт реанимации отрасли здравоохранения? Уважаемые депутаты, хотел бы отметить, что общий размер расходов, которые тратит государство, как через бюджетную систему, так и через государственный внебюджетный фонд, фонд обязательного медицинского страхования, процентом отношения к ВВП не уменьшается, а даже растёт. Большая часть средств у нас перенаправляется не через бюджеты теперь государственные, а через фонд обязательного медицинского страхования. Такая стратегия у нас с вами принята. Поэтому объём средств в этой части не сокращается. Наоборот, я хочу сказать, что больше направляется, мы идём по пути развития страховой медицины, и ресурсов в этом году и в следующем году будет достаточно для выполнения тех показателей, тех нормативов оказания услуг, которые у нас предусмотрены в медицине и в программе госгарантии. Спасибо. Красов Андрей Леонидович. Вопрос к Татьяне Евгеньевне. Анатольевне. Татьяна Анатольевна, незавершённое строительство почти на 2 триллиона рублей. Взносы государства, в основном капитал акционерных обществ, которые не работают, а лежат на депозитах в банках и приносят неизвестно кому проценты. По вашим данным, это уже не десятки миллиардов, а сотни миллиардов рублей. Мы благодарны за вашу работу, мы благодарны за тем, что реально можем заниматься парламентским контролем, указывая на эти недостатки. Но всё-таки, как вы считаете, что необходимо ещё сделать, чтобы эти проблемы устранить? Что необходимо совместно, может быть, сделать, чтобы эти проблемы из года в год не повторялись вновь и вновь? Спасибо. Татьяна Аксимовна, пожалуйста. Спасибо, Андрей Леонидович, за оценку нашей работы. Это первое. Второе. Я бы хотела сказать, что по результатам той проверки по исполнению бюджета 2014 года о результатах, которые мы докладывали вам в пятницу, мы сформулировали соответствующие результаты и предложения президенту страны. По результатам того, что мы сформулировали, президент страны дал соответствующее поручение правительству. Во многом, те недоработки по эффективному использованию средств должны быть реализованы в рамках проекта бюджета на 2016 год, потому что сроки, которые установлены президентом, они как раз вписываются в тот бюджетный цикл, который предполагает составление, рассмотрение и утверждение бюджета парламентом. Что касается парламента и взаимодействия в первую очередь Министерства финансов как официального представителя по бюджету и нас как контрольного органа и, естественно, депутатов Государственной Думы, мне кажется, что рассматривая расходы бюджета в процедуре второго чтения, мы очень внимательно должны смотреть на эффективность тех расходов, которые были предусмотрены в бюджетах, скажем, 2014 и 2015 годов, использованы они, не использованы, какой они дали результат. Мы предполагали с вами, что государственные программы на этот вопрос ответят, но они, к сожалению, на этот вопрос не ответили. Но даже сейчас мы очень четко можем сформулировать для вас в рамках, еще раз повторюсь, рассмотрения бюджета во втором чтении, какие расходы можно было бы безболезненно сократить, направив их на иные приоритеты, а какие сохранить, потому что они дают соответствующий результат. Спасибо. Епифанова Ольга Николаевна. Уважаемый Антон Гербинович, я все-таки хочу вернуться к вопросу индексации пенсии. Согласно вашему прогнозу, инфляция по итогам года составит 12%, продовольственная инфляция уже 20%, но и с 1 июля увеличены тарифы на оплату ЖКХ на 8%, и в этих условиях ваше предложение по индексации в 4% не мотивирует нашу молодежь на данный момент устраиваться на работу и оплачивать пенсии нынешним пенсионерам. Все-таки, уважаемый Антон Герминович, почему бюджетные трудности перекладываются именно на плечи пенсионеров, почему не выполняются социальные обязательства перед ними, и будут ли найдены возможности для индексации пенсии на уровне реальной инфляции. Спасибо. Уважаемый депутат, сейчас этот вопрос рассматривается с правительства, еще раз повторюсь, окончательных решений не принято. Но я хочу сказать следующее, что если мы проиндексируем пенсии в полном объеме в соответствии с законодательством, нам придется резать другие расходные обязательства в образовании, в здравоохранении, в обороне и так далее. То есть хотелось бы тоже найти понимание о том, что в нынешних условиях нам нужно подстраивать наш бюджет под новые реалии. И в этих условиях, на наш взгляд, нельзя лучше не отменять действующие важные обязательства, которые мы финансируем по целому ряду социальных отраслей своих обязательств, и других своих обязательств, нежели увеличивать в объемах, объемах, которые сложно потянуть для бюджета индексации по пенсиям, пособиям, зарплатам и так далее. Хотелось бы отметить, что снижение инфляции в последние кварталы очевидно. Мы видим, что в последние, я уже докладывал, второй, третий квартал идет резкое снижение темпов индекса потребительских цен. И в следующем году мы ожидаем, что уровень инфляции составит 6-7%, не больше. Кроме того, если будет принято решение о снижении, изменении порядка индексации пенсии, то оно должно сопровождаться такими решениями, как изменение порядка индексации услуг естественных монополий. Это или электроэнергия, это и газ. Это все то, что влияет на тарифы жилищно-коммунальных услуг. И мы считаем, что изменение порядка индексации должно сопровождаться с изменением порядка индексации тарифов в жилищно-коммунальных услугах снижением, с тем, чтобы для социально незащищенных слоев населения коммунальные услуги были доступны, их доля в доходах не росла. Спасибо. Спасибо, коллеги. Все вопросы заданы. Переходим к выступлениям. Кашин Владимир Иванович, пожалуйста. Спасибо, уважаемый Александр Дмитриевич. Уважаемые коллеги, обращаясь к Антону Ермановичу, я хотел бы сказать в первую очередь, что он взял на себе сегодня миссию, выступая в Государственной Думе не как министр финансов, а как председатель по существу правительства. И Татьяна Алексеевна его пожалела, говорит, давайте мы не будем уже говорить о ваших непосредственных функциях, как вы контролируете исполнение бюджета, как главный распорядитель бюджета, что происходит в этом плане с основными программами, подпрограммами, что делается для того, чтобы действительно подумать о том, как формировать еще большую часть бюджета. Занялся вот какой-то общим таким разговором, который мы слышим на протяжении многих лет, что нет у нас в России денег. Вот эту чушь мы слышали, когда золотовалютный дождь капал в казну Минфина и всех наших банков. И сегодня снова мы это слышим. По данным Академии наук, на заработной рубль наш рабочий производит в 2-3 раза больше, чем в Европе и в Соединенных Штатах продукция. Вы понимаете, что сегодня в десятки раз мы меньше платим заработной платы нашим рабочим людям. Там от 4,5 до 4,2 тысяч долларов, а у нас от 200 крестьянам до 400, в среднем 200 по России. И все, нет денег. Ограбили регионы, довели их до дефолта. Бюджетные правила 50 на 50. Туда набросали полномочий. А 71 на 29 реально сегодня сформировали бюджеты. Ну и растим там вот то, что вырастили Гайзера или там не только Гайзера, можно перечислять. Я сегодня утром это делал, не хочу второй раз это делать, потому что там безысходное состояние в регионах. Так давайте на этих направлениях все-таки всерьез отвечать за свою работу. Почему сегодня под программой по жилищно-коммунальному хозяйству новые налоги придумали? Сегодня капитальный ремонт, земельный налог и так далее, и так далее. Шестисотых людей сгоняете. Почему в конце концов эти вопросы сегодня не находят реального выражения в том, чтобы наши люди почувствовали заботу со стороны государства, в том числе и со стороны наших органов, которые занимаются финансово-кредитной системой. Мы видим, что в этом плане ничего не делается для того, чтобы облегчить ситуацию, заняться эффективностью формирования тех систем, которые бы давали соответствующие доходы. Нет. Мы только за счет народа собираем эти дополнительные налоги и ничего не хотим сделать для того, чтобы реализовать то, на что есть сегодня деньги. Мы вам сказали, если вам не хватает денег, давайте, пожалуйста, прогрессивный налог, давайте вопросы используем минерально-сырьевого комплекса, посмотрим по-другому. Вы там не потеряли ни рубля, 3200 как за баррель получали в рублях, так и сейчас получаете. Но все деньги вы хотите направить или за рубеж оттуда ничего не взять, но только не дать крестьянам. Крестьяне сегодня производили продукцию, слушайте, сырье опять гоним без передела, не создаем рабочих мест. 7 рублей сегодня картофель не берут, 9 рублей сегодня зерно не берут. Затраты на 50% увеличены на производство единиц продукции, но создан вот этот механизм, до виловки отечественного товаропроизводителя на рынок не попадешь. Посмотрите, лесное хозяйство, аналогично водные ресурсы. Мы нигде не видим систему заботы Минфина за этот рубль дополнительный в общий бюджет, в общую казну, за рабочие места. А в данном случае это все приводит к тому, о чем вы сегодня говорите, угрожая нашим пенсионерам, нашим рабочим, крестьянам. Это не порядок. Это не порядок. Давайте заниматься всерьез и формированием доходной части бюджета. Вот программы под улучшение жизни людей. У нас денег больше, чем в какой-либо другой стране. 32 триллиона сегодня лежат, как говорится, ждут своего использования. Давайте вы не примеряйте к себе терновый венок. Лавровый венок уже примерен. Вы человек грамотный, системный и в этом плане. Давайте в хорошей упряжке работать на благо нашего народа и России. А говорить о том, что у нас нет денег и давайте мы за счет пенсионеров выполним бюджет. Это преступление. Спасибо. Спасибо. Катасонов Сергей Михайлович, пожалуйста. Уважаемые коллеги, мы в течение недели уже третий раз касаемся темы исполнения бюджета, проблем бюджета. Наверное, это хорошо, потому что от анализа то, что было, мы переходим к каким-то предложениям. И сегодня нет времени, к сожалению, останавливаться подробно. Даже Татьяна Алексеевна как-то попыталась по-другому построить свое выступление. Я тоже думаю, достаточно было информации о том, что нам не нравится. Сегодня я хотел бы сказать, как фракция ЛДПР видит все-таки решение тех проблем, которые накопились. Мне понравилось, что сегодня Антон Германович наконец озвучил цифры, что мы приближаемся к госдолгу 92-го года, тогда был 100% КВП, сейчас у нас 60%. Особо-то не отличаемся. И доля зарплаты сегодня КВП критическая. Я могу сказать, что если возьмем субъекты, то взять надо не зарплату, а прямые выплаты, которые платят сегодня у нас субъекты, они уже больше 70%. Это просто деньги. Мы превратили губернаторов в кассиров. И вот те предложения по долгам, которые растут с субъектов, бюджетными кредитами мы их не решим. Мы просто прячем голову в песок, а какого-то решения конкретного нет. У нас обязательств столько у субъектов, что мы хотим увидеть какое-то решение от Минфина. Почему мы этими кредитами прощать, не прощать? Эти деньги уйдут на выполнение социальных обязательств. Давайте нам другое решение сегодня по субъектам. То, что касается госпрограмм. Ну, фикции, конечно, мы это говорили на отчете 2014 года. Оставляйте только те программы, которые придут в парламент. Других программ нам не надо, государственных. Другие программы пусть будут ведомственные, пусть будет утверждать правительство. Мы тоже про это говорили. То, что касается эффективности использования средств. Ну, вот эти депозиты, про которые мы говорили, ну, есть какие-то простые решения. Но вы примите решение, что деньги, которые положили на депозиты, пойдут не в счет этих госкорпораций, а в счет бюджета автоматически. И все. И не будут они пытаться эти деньги забрать пораньше. Есть решения, которые можно было бы принять, но мы их не видим. Системных решений. То, что касается льгот. Вот если сегодня нет средств, нужно начинать с того, насколько эффективны мы их расходуем. Слушайте, цифры уже в прошлом году говорили, 3 триллиона мы даем льгот. Сегодня уже звучит 7 триллионов. И, к сожалению, та задача, которую поставил парламент, эффективность, мы не видим даже света в конце туннеля. Вообще, когда-нибудь это будет, я так понял, что нам не стоит ждать. Не стоит ждать этой эффективности. Тогда у меня к вам конкретные предложения от нашей фракции. Давайте мы пойдем пакетно. Вот вчера нам приносили закон по льготу инвестиционные проекты. 10%. Слушайте, ну вы возьмите эту льготу по прибыли. Разгребите там все. Вы зачем там оставили 4,5% непонятной льготы для субъектов? Это источник коррупции. Если вы уже сказали инвестпроекты до 10%, все, уберите остальное. Но мы можем хотя бы пакетно. Приходите сейчас к вопросам нам по пенсионной. Возраст, индексации. Ну вы возьмите страховые взносы. Ну льготы мы дали этичным компаниям. Зачем мы их дали? Ну давайте мы их проанализируем, отменим то, что не работает эффективно и скажем, вот это мы отсюда деньги берем, а вот это нужно что-то поджать. Мы даже пакетно не можем сегодня решать. Налоговый маневр. Мы вам говорили? Говорили. Теперь вы нам говорите, как изъять результат девальвации. Вот мне интересно, когда мы полтора года назад принимали. Мы пошли на поводу у Белоруссии и Казахстана под внешнюю политику. Скажите, что в Минфине ни одного не было человека, который сказал, что в случае рисков изменения цены на нефть мы попадаем и попадаем в неприятную ситуацию. Слушайте, но это ваша прямая обязанность. Вы должны были убедить президента, что не нужно идти сегодня на такой подход. Теперь вы думаете, как забрать эти средства. Следующий вопрос про адресную поддержку. Если вы говорите, что нужно давать дотации, субсидии пенсионерам и другим нуждающим адресно, то я не понимаю, почему мы не идем с таким же точно подходом по поддержке инвестпроекта. Наш подход. Фракция ЛДПР говорит, все деньги в казну. Не надо их давать ни на какие льготы. А потом адресно под те индикаторы, которые мы увидим в программах, мы будем поддерживать. И не все инвестпроекты, а те, которые наиболее актуальны. Здесь рабочие места, здесь эффективность, индикаторы и так далее. Там очень много вопросов. И вообще фракция ЛДПР предлагает разделить вам доходы на условно-постоянные и условно-переменные. Взять нефтегазовые доходы и реальную стоимость нефти, и на нее рассчитывать, и индексировать все по этим ценам. А все, что мы зарабатываем больше, это будут инвестиции. Спасибо. Макаров Андрей Михайлович. Спасибо, Александр Дмитриевич. Комитет по бюджету не рассматривал предварительно правительственный час, поэтому сегодня не будет уступления заключительного от комитета. Фракция «Единая Россия» поручила мне изложить ее позицию по тем вопросам, которые сейчас мы с вами рассматривали. На самом деле, хотел бы начать с того, что вот говорили там, что Антон Германович стал говорить о тех вопросах, которые не относятся к ведению Министерства финансов. Вы знаете, на самом деле человек принимает на себя ответственность за очень многие вопросы. Я не знаю, стоит ли за это осуждать. Это первое. Второе. На самом деле, когда мы обсуждаем сегодня, обсуждаем мы все-таки деятельность Министерства финансов, и именно ее мы заслушаем, наверное, лучше все-таки сосредоточиться на тех вопросах, которые профессионально, я подчеркиваю, профессионально относятся именно в деятельности данного ведомства. Тем более здесь тоже есть о чем говорить. И, наконец, третье, что мне кажется очень важно, можно сказать с самого начала, это вопрос о том, что мы сегодня можем анализировать все эти вопросы только потому, что реально изменилась ситуация в отношении Министерства финансов, представляемой информацией. И вот за это именно Антону Германовичу можно сказать спасибо. Следующий вопрос. Здесь много говорили. Я, кстати, по-человечески понимаю, когда Антон Германович берет на себя ответственность за решение своего предшественника. По-человечески понимаю. К сожалению, граждане России, которые за эти решения расплачиваются, боюсь вот этого человеческого отношения понять пока не могут, потому что они не понимают, почему они за это должны отвечать. И поэтому, когда мы говорим сегодня и оцениваем все эти вопросы, наверное, имеет смысл поговорить о налоговой политике, о эффективности бюджетной политики. Вот эти вопросы должны стать во главу угла. Тем более сегодня мы на старте бюджетного процесса. И, наверное, говорить, обсуждать, вот мне кажется, обсуждать вообще вопросы пенсии только с точки зрения бюджетной. Вы знаете, по-моему, для этого надо быть, наверное, очень счастливыми, благополучными людьми, чтобы обсуждать это с чисто механической точки зрения. Вот мне кажется, неправильен здесь сам подход. Давайте тогда, если мы уж хотим ставить вопросы какие-то перед пенсионерами, давайте покажем, как мы находим резервы, которые показывает счетная палата, которых на самом деле действительно сотни миллиардов, которые закапываются в землю или хранятся на счетах в различных банках и приносят прибыль неизвестно, кому они не работают на бюджет. Вот тогда это будет понятно. Мы посмотрели, нашли все резервы и говорим людям, придется затянуть пояса, придется работать. Но выясняется, что проблему пенсии мы готовы решать, а вот проблему эффективности бюджетных расходов, ну никак не получается. Не получается. Вот это, я думаю, и вызывает основные проблемы. Вот смотрите, Антон Германович, ведь не случайно сегодня называли канцерализированную группу. Вы говорите, будет приостановлено. Спасибо огромное, вы услышали это пожелание. Но откуда проблема? Но ведь проблема-то консолидированной группы тем самым не решается. А разве мы не говорили о том, что как и бюджетное правило, консолидированная группа в годы, когда было все удачно, она помогает перераспределять среди регионов. А когда, простите, проблемы с экономикой, это мы отдаем доходы субъектов, которых была прибыль, компании, которые неэффективно действуют. Они покрывают свои убытки теми средствами, которые бы получили регионы. Это что, вопрос только приостановления новых компаний? Это необходимо кардинально менять ситуацию. Откуда она возникла? Она возникла из дикой идеи, что вместо того, чтобы установить границу, установить жесткую контроль за теми капиталами, которые выводятся из страны, мы устроили дорогостоящий, никому не нужный контроль внутри страны. Мы даже отказываемся отменить контроль внутри региона, который вообще ни на что не влияет, кроме на доходы консалтинговых компаний. Может, стоит прислушаться к тому, что говорится в этом зале? И вот в данном случае, когда, еще раз говорю, что не так много времени, наверное, можно было бы подробно проанализировать все эти вещи, я просто хотел бы обратить внимание, Антон Германович, вот сегодня прозвучало очень важное предложение счетной палаты. На самом деле это то, что обсуждали и мы в комитете. Может быть, главная проблема сегодня проблема региональная. Все ответы, которые приходят, нам говорят, а это региональная полномочия или муниципальная. Но нельзя делить граждан страны на региональные и федеральные. У нас все граждане одни и все имеют одинаковое право на социальное обеспечение по конституции страны. А значит, сегодня главная задача посмотреть все полномочия, сопоставить их с источниками дохода и только после этого перераспределить эти источники дохода, чтобы выполнить это требование Конституции. Вот, к сожалению, об этом сегодня мы ничего не услышали. А во всем остальном... Спасибо. Тарнавский. Оксан Георгиевич, пожалуйста. Дискуссия закончилась, да, Андрей Михайлович? Уважаемые коллеги, сегодня мы действительно продолжаем большой разговор, начатый в пятницу, о наших российских финансов, и уже за эти пять дней много чего изменилось. Ну, вот последняя идея забрать дополнительные доходы у нефтяников, наверное, здравое и правильное, надо их забирать, только к правительству вопрос, а зачем вы полгода шли на поводу у этих нефтяных компаний-экспортеров, для того, чтобы они обесценивали рубль, а они получали дополнительные доходы. Сами деньги дали им, непонятно зачем, опустив все общество российское, теперь хотите забрать, а забирать всегда тяжело. Поэтому вообще все действия правительства во главе с Минфином, честно говоря, напоминают некоторые судороги или своего рода конвульсии. Мы вот за этим наблюдаем, как и за прыжками курса доллара к рублю, так и за другими действиями, которые происходят. В том числе то, что сегодня говорилось по индексации пенсии, пособий, выплат. Я вообще хочу напомнить, насколько я помню, у нас три оппозиционных фракции давно сказали, только должна быть индексация по фактическому уровню инфляции, называлась 12,2%. Иначе, боюсь, голосовать за проект бюджета не будет. А напомню, бюджет голосуется парламентом, парламентом, а не правительством. И поэтому, когда в пятницу на 10 минутки Андрей Исаев сказал, что Единая Россия в обиду людей не даст, все попытки фактически отказаться от индексации пенсии и социальных выплат обречены на провал. Так вот, если единороссы эту позицию сохранят, это будет означать, что никто за этот проект бюджета и не проголосует. Поэтому все вот эти дискуссии у вас в правительстве, они на самом деле, ну, как бы ничего не значат, потому что в зале не будет депутатов, которые будут готовы это услышать. И в этой связи, Антон Германович, не могу не сказать, что министр финансов великой страны должен всегда думать прежде всего о стратегии. О стратегии, а не вот этих телодвижений, где урезать, кому добавить, и куда дальше пойти. Так вот, прежде чем говорить о стратегии, вот за три минуты, я хочу напомнить, многие слышали, что сказал в этой связи президент, потому что он определяет политику. Президент России, как мы услышали из СМИ, сказал, я много очень слушаю Минэк, Минэкономику, но делаю то, что скажет Минфин. Вот слушаю Минфин, и поэтому у вас великие возможности, великая возможность действительно, как первый из министров, формулировать позицию, финансовую, экономическую стратегию. Так вот, с учетом того, что вы можете это сделать, несколько тезисов, вот успею за две с половиной минуты. Первое. Седьмой класс школьного учебника. Наши дети поэтому учатся. Внук Фердинанда Арагонского, Изабелла Костильской, Карл I, потом чуть-чуть земель присоединили, стал императором Карл V. Столкнулся с проблемой. Земли у дворян, мануфактуры у ремесленников. Какие установить пошлины? Принял решение низкие пошлины. Соответственно, овечья шерсть пошла за рубеж, ремесленники разорились. Сукно пошло в Испанию из Нидерландов. Вам ничего не напоминает эта история, 500-летней давности, которую знают наши школьники, которые сдают экзамены по истории седьмого класса. Я могу и попроще сказать. Давайте срочно восстанавливать нами то, что нами было разрушено за последние 25 лет. Давайте делать инновационную экономику, производящую экономику. Второе. Где брать деньги? Ну, ровное, простое место. Брать деньги в бюджет и как снимать социальное напряжение. Прогрессивная шкала подоходного налога. Об этом много говорили. Потому что, с одной стороны, вы говорите, денег нет. С другой стороны, вчера мы все обсуждаем. Ваш олигарх, которого вы защищаете, близкие правительству, решил построить новую яхту парусник. 147 метров в длину, 8 этажей, экипаж 54 человека, стоит не меньше полумиллиарда долларов. Раньше владел одним из самых крупных системообразующих банков, кому вы все время не вот такие проблемы. Вы знаете, мы на первом месте в мире стоим по уровню социального расслоения. Легкая задача снять социальное расслоение, но, к сожалению, мы понимаем, за одну руку вас держит Алексей Кудрин, за другую Аркадий Дворкович, за плечо Алексей Улюкаев, за другое Эльвира Набиулина. И в этом есть проблема. Потому что вы приведите пример... Я вам потом скажу. Речь идет о том, что даже в Великобритании новый лидер либарийской партии сказал, первое, что я сделаю, подыму налог на состоятельных граждан. Имея в виду, что у меня 14 минут, напомню вам заключение, что сказал наш император Павел I, сын Екатерины Великой. Человек – первое сокровище государства. Сбережение государства есть сбережение людей. 200 лет этому тезису. Давайте об этом будем помнить, Антон Германович. Спасибо. Спасибо. Целое открытие в анатомии. Спасибо. Антон Германович, пожалуйста, заключительное слово. А, извините, по ведению Кашина, пожалуйста. Вот, все порядок. Спасибо. Позвольте, уважаемые коллеги, вручить вот книгу «Коррупция в Мариел». Полковник ФСБ ее подготовил. Вот здесь написано, как используется государственная собственность и бюджет региональный. Я, Антон Германович, подарю. Ну, подарите только это не поведение, потом, после заключительного слова. Пожалуйста, Антон Германович. Уважаемый депутат, хотел поблагодарить тоже за обсуждение. Хочу сказать, что целый ряд вопросов, в том числе по оптимизации, по пересмотру льгот, действительно, мы вместе должны решать при подготовке бюджета на следующий период. Он будет непростой, и, конечно, нам нужно будет принимать, еще раз повторюсь, вместе очень взвешенные решения. Поэтому большое спасибо. Спасибо за обсуждение. Мы все ваши предложения пометили. Будем их максимально учитывать в ходе бюджетного процесса. Спасибо. Спасибо. Перерыв до 16 часов. Спасибо. 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 Спасибо.